Для тех, кто хоть раз посетил космос в No Man's Sky, а это значит для всех, я решил записать сегодня небольшое видео и рассказать о вашем верном инструменте, межзвездном корабле и его лучшем представителе. Всего есть два способа заполучить новый корабль, бесплатный и за деньги. Халявные корабли это разбитые корабли, все что вам нужно это просто найти его, починить и забрать себе. Найти такие корабли можно практически на любой планете, но есть один минус, обычно такие корабли не самые лучшие и даже не всегда будут лучше вашего, потому прежде чем поменять корабль, не забывайте сравнивать их. Второй способ более верный в плане поиска более хорошего корабля, но и затраты на его покупку могут исчисляться десятками и даже сотнями миллионов юнитов. Для начала посетите любое место, где есть специальная зона для посадки. Если эта зона единственная, то садитесь рядом, если их несколько, то не парьтесь насчет этого. Лучше всего, конечно же, подойдет космическая станция. Немного подождите и вы заметите, что начнут прилетать другие корабли. Любой из них вы можете купить. При этом в игре условно есть три вида кораблей, и каждый имеет свои плюсы и минусы. Исследовательские корабли имеют лучшие ускорители и гипердвигатели, что значительно упрощает путешествия по вселенной. Как вы уже могли догадаться, данный вид не предназначен для каких-либо сражений, но он имеет намного лучшие стелс-характеристики. Определить вы их можете по вытянутому виду, небольшому размеру и маленькому количеству ячеек. Вот, например, мне очень нравится этот корабль. Типичный представитель стелс-корабля с минимальным количеством ячеек. Боевой тип создан для любителей космических баталий. Они имеют более сильные щиты, оружие и в целом выдержат намного больше неприятельских снарядов. Такие корабли более массивные, так как на них нужно ставить не только больше технологий, но и больше запасов ресурсов для зарядки щитов и оружия. Последний тип – торговый. Его особенность заключается в большом хранилище. Корабли этого вида можно описать двумя словами – большой и медлительный. Я бы мог назвать такие корабли еще общагой, так как есть ощущение, что помимо нас там могут спокойно разместиться один-два корпуса студентов на подхвате. Огромные габариты этих кораблей вы ни с чем не спутаете. Но все эти разделения сугубо условны, ведь игра очень казуальная. И тип корабля обуславливается только установленными на него технологиями. И его внешний вид, ну если я не прав, поправьте меня, не влияет ни на одну из характеристик. Потому самый лучший корабль в No Man's Sky – это тот, у которого больше всего ячеек. При наличии у вас соответствующих технологий, конечно же. Для тех, кто не понял, теоретически, имея корабль с большим количеством свободных ячеек, вы можете установить на него все возможные технологии и получить уникальный по силе корабль. Разве что количество ячеек для Круза при этом немного пострадает. А на этом все, ребята, с вами был Войс Ребус и просто канал об играх. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Надеюсь, эта информация оказалась для вас полезной. Если вы знаете более быстрый и эффективный способ получения корабля, поделитесь им. А также, если я был в чем-то не прав, поправьте меня. А мы увидимся в следующем видео, и на этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok